И на сегодня это LUMNOSITY GAMING против COMPLEXITY в рамках Intel X Remasters с квалификацией к Sydney 2018 года. Да, доброго вечера, дорогие друзья! И, в общем-то, сразу тоже хочется начать с интересного факта. 8, даже 9 встреч было между этими двумя командами, возможно, в разных составах, но, по моей информации, команда COMPLEXITY выиграла всего лишь единожды, а 8 раз побеждали LUMNOSITY, и то это было на Inferno 16.6. То есть, остальные мапы все были за командой LUMNOSITY с хорошим чётом. Но, дело всё в том, что мне кажется, мне кажется, что комплексы могут показать сегодня. Android и Dev показывают сегодня. И кто-нибудь ещё? Showtime отвечает. Дуэв, всё-таки ловит плюшку, но отвечает такой же плюшкой. Король, чела, чела-король. Это как король всех людей, буквально. Слушай, это Милл Гибсон тогда, ладно. Страшно, страшно. 3 в 1 в итоге, и чела Кинг делает минус по FNS. Ну, вот, остаётся 1-2 без китов пока, что, возможно, его тиммейты, кстати, обратил внимание, вылили вообще киты, потому что я смотрел всякую информацию интересную, и чела, видимо, тоже решил поискать информацию по времени очень плохо отображается на раунде. И пистолетка за командой комплексити. Что по карту? Мы с тобой это дело не обсудили. Нюк, Кобл и Кэш. Нюк взяли комплексити. И, опять же-таки, что самое интересное, что у LG, что у комплексити нулевой процент винрейта. Ну, на самом деле, нулевой-то нулевой, но команда комплексити, я уже говорил в прошлом BO3, да и вообще на ESL Pro League постоянно лучше всем прожужжал, наверное, и на прошлых квалификациях, по-моему, лучше всем прожужжал, наверное. Короче говоря, они играют лучше, чем они играли раньше. А раньше они играли отвратительно, а сейчас лучше, по крайней мере, чем отвратительно, но я бы сказал, даже нормально, на самом деле. Я вот прям вообще без иронии, прям точно-точно. А это важно, это действительно важно. И вы знаете, действительно, счет head-to-head, ноздрям-ноздрю, да, там, по-моему, 8-1 как раз, идея встреч получается, как Андрей сказал. То есть, как бы, тяжелая ситуация, если раскрывает лицо Елзао, Елли, он же, опять же, 4 в 5, пока что 4 чешки у команды Лимности. Но вот, закончу я мысль, команда комплексити, надеюсь, по крайней мере, но должна бы сегодня бой нам показать. Три карты все-таки хочется посмотреть после такого довольно-таки провального матча Тургет против NRG Sports. Я уже пошел на перерыв, как и ты, и все остальные друзья тоже пошли отдыхать, а ведь сейчас-то на самом деле нужно возвращаться и смотреть за красивым Counter-Strike, так что подтягивайте своих друзей и близких, соседей, и будем с вами вместе болеть за американский CS. И собаку, собака должна болеть, конечно же, за американский Counter-Strike. Обязательно, Showtime убивает андроида. Ну, все, футуристично. А если, а если нет, если собака не будет болеть, я буду, я приду к вам домой, буду романтики вашего пса. Ой, ой, ладно. Короче, говорят, с арморами и фармган для Showtime, а бомба стоит на Апленте, защита, а защита так вообще не собирается, походу, идти на ретейк. Так, постараются отстрелить кого-то на отходе. Экзит фраги, это прекрасно. Оп, смачок подбирает ПКЛ. По большому счету 2.0 для комплекции, неплохой старт за атаку, причем на Нике, вот многие могут скачать, что КТ-сайдет мапа, на самом деле нифига подобного, и террористы могут себя здесь показать очень даже неплохо. Ну, ее еще и поменяли в последнее время, и позиции, которые нужно проверять террористам, их стало гораздо меньше этих самых позиций. Следовательно, получается, все немножко подупростилось, было слишком вертикально комплексным, стало менее вертикально комплексным. На аутсайде стало менее вертикально комплексным. Помогли террористам Б-плэнт занимать, удерживать немножко получше, потому что есть там изменения своеобразные. И на самом деле, около издевалки, а девятки все стало менее вертикально комплексным. То есть, ну, короче говоря, а еще окошко брали, но это скорее... Минус, наверное. Для меня минус тоже, да. Хотя многим это понравилось, с одной стороны. Но мы с тобой не проиграть, и мы с тобой не знаем, как оно на самом-то деле дело обстоит. И тем временем засыдный, всталит с армурами и проход через его цайт. Команды комплексы все выходят в секрет, двое уже на бе, даже трое на бе от команды люминоси, и бразильцы идут ва-банк. Так, Питер здесь пока что в задних холлах находится, но дальше не идет. Вот они стакаются вместе с ФНСом и попробуют немножко подскрыть эти позиции. Ребят понимают, что здесь немножко тяжеловато будет. В упоре их могут встречать те самые опасные чешки, которые вблизи делают очень больно. Опять же, практически так же, как автомат Калашникова, да, дымают шоутпут у чешки вблизи. То есть прям супер-супер опасно. Ребят пытаются зачекать и под Аплом там, кстати говоря, тоже, поймать оппонентов, возможно, на перетяжке, на панике, что ай-яй-яй, не бегу туда, не бегу сюда. Дело в том, что команда люминоси не особо-то и паникует, и, как мы видим, стоит очень статично. Для них это на самом-то деле и должно быть так, потому что они поигрывают в защиту и дергаться лишний раз тоже не стоит. Но опять же таки возьмем во внимание, что контроль над картой имеет именно комплекте. То есть даже ел-паса, где ел сидит, он сидит на респауне, в перекрестном огне с пакелом под девяткой. Насколько все очень закрыто у защиты. О-о-о, ель говорит своим товарищам много информации, будет прятаться, он так и не полезет туда. Депо в итоге хотят, если честно, здесь зажать, но не особо получилось. Ну и 20 секунд вообще-то у команды комплекте. Да, кстати говоря, очень мало времени, Никистана девятки, и, похоже, бомба не будет установлена. Такими темпами за ним нужно еще сходить, а Никистана выпьет отсюда практически нереально. Он делает один минус восемь, семь. Все, без шансов еще и с фармгана. Даблкил 1200 на руки для Шоу Тайма. 5 киллов, кстати говоря, за три раунда. Шикарный результат. Лучший на карте на данный момент. То есть очень сильно Шоу Тайм оторвался. Проблемы команды комплекте эти в прошлом раунде. Искали, искали, искали. Ошибок оппонента, оппоненты не ошибались. Времени уже не хватило. Сами стали ошибаться. Оппоненты не простили. Опять времени не хватило дважды. Все, до свидания. То есть, ну, простите. Все пошло не так, когда Ел оказался на КТ, Распални этого совершенно не ждали американцы. И Питер сейчас находит минус по Ел. Да, открывай счет для своего коллектива. Отомстил прям за прошлый раунд. Ну, еще Смачетский здесь залетел на кредитную карту, насколько я понял. Вот. И на имейн, прошу прощения, на кредиточку. Шоу Тайм на пристройке находится. На данный момент около Аплэнта. Но, ребят, занимает пока что аутсайд. Шоу Тайм, в принципе, на самом деле готовый здесь. Опять же, в задних холлах тоже есть товарищ. На раздевалке есть пикал, но смоки очень-очень плотные. На секрет. В итоге, все-таки команда комплексити пробегает. Эти смоки им действительно помогают. Ну и вопрос тогда, кто у нас там? Челокинг, да-да-да. Вот в упоре та самая замечательная позиция, где Скремуля в свое время делал, по-моему, 4 кила. И посмотрим, Челокинг похож ли на Скремуля, а ли не похож. И еще смог от него просто шикарный. И начинает паниковать команда комплексити. В итоге туда, вероятно, не пойдет. Та самая ошибка. Могут сейчас сжать себе очень узкие рамки времени. Это не есть хорошо. Останется 30-25 секунд на выход. Да вы до бомбы даже просто банально не дойдете. И Челокинг к этому будет препятствовать всеми возможными способами. Делает первый минус по дефу. Видит еще, скорее всего, троих минимум. Но информацию дает, что, скорее всего, выход на Б такие произойдет. 4 в 4, выход на 25-й секунде. Прием, ребята, вы вообще следите за временем или нет? Очень-очень малым, да. Согласен, что-то дважды уже такая история. 17 секунд. И 15. И нету бомбы, нету ни попытки, ни первой. Потому что, мало ли, вот, отлетает человек с бомбой. 10 секунд остается. В панике вся остальная команда комплексити. Потому что, естественно, туннельное зрение, которое направлено на бомбу. Типа, брать барабайт, ставить, ставить, ставить. На этом как раз и играют команды люминосити. Но ошибка именно американцев, строго говоря. Не люминосити не сыграли как-то супер особенно. Просто заперли паникующих. Не сыграли так, как и должны были играть. Да, действительно, комплексити просто непонятно, как дезориентированы. То ли позапредыдущим раундом, то ли вообще просто перестали понимать, что происходит на карте нюк. Как будто бы совсем другая команда. Хотя пошло всего 4 раунда. Да, что-то странная история. Действительно, после первых раундов все резко поменялось в худшую сторону для команды комплексити. Как будто они забыли, как... Играть на этой карте. Как надо играть, да, на этой карте. И стали действовать в 2 раза медленнее, в 2,5 для того, чтобы успевать за своими же мыслями. Странная история. Дэв пытается зачекать поджим Секрета, пытается зачекать поджим Сангара. Ребята опять на аутсайде начинают. То есть, под Смакеем аутсайд занимать комфортно. В задние холлы, видимо, заходить достаточно комфортно. Не обязательно это будет сейчас то же самое, да. Таким же образом можно проникнуть на имейн, например. Попробовать задавить аплент, к слову. Но это все еще, видимо, побег в сторону Б, если бы не Некис, вот здесь на рампах. Причем он даже, знаешь, так спрейл, как будто бы думал, что там не один игрок. В итоге закрывает он андроида не впервой. И начинается действие по одному. Не совсем понятно, что там делал андроид соло. Ведь у них сейчас пистолет с арморами. И идти по одному это не лучшее решение. Согласись. То есть здесь, наверное, лучше было бы делать какие-то размены и попытка ворваться. Но там и в мейне есть у нас в упоре Челокин, который как смог только разовьется, сразу же пойдет в спину своим соперникам. Так, в общем-то, Шоу Тайм чекающий сплэн. А девятку Ел вообще с Б-рампы пришел чекать это направление. И остальные вроде как где-то в районе Терр Спаун. Яйстер ходит здесь около раздевалки. Ну и рампы с другой стороны, может быть, пройдет. Яйстер и не пройдет. В итоге еще один игрок команды комплексити понимает, что где-то здесь оппонент. Это был деф. И против Йела видел оппонента. Йел тоже видел оппонента. В итоге не справляется никто ни с кем с командой комплексити. Это действительно в сухую. Йелзао даблкил. Шоу Тайма фрега не хватило. Остальные по фрегу наброты Челокин, Кнекис, Пикл. Три-два. А счет-то ладно. Что случилось с атакой? Вот что-то прям вот, знаешь, как будто бы вырубили какую-то опцию. Печально. Надеюсь, что к следующему байраунду что-то поменяется. Если вообще... Был ли я такол какой-то? А вдруг они просто, знаешь, бомбанули сразу же после первого же поражения? Да нет, это совсем странно. Ну ладно, посмотрим. В комплекте пока не показываю то, что я хотел от них увидеть. Питер очень сильно пошумел. Как будто бы ворвался. Как будто бы, ребята, мы типа здесь, мы врываемся прямо на префайрах с пистолетами. Собираем вообще все углы на самом деле. А на самом деле мы опять на аутсайде. Кто бы мог подумать, неужели команда Лиминафити не в курсе, что вы на аутсайде, дорогие друзья, из комплекте. Потому что вы это делали, по-моему, четыре раунда из пяти, что ли, если я ничего не путаю. Как бы... Здесь их должны ждать, собственно. Ой-ой-ой-ой. В промах отъела и получил он в голове. Но опять же таки, это глаки, это Desert Eagle и два по двести десяток. Попытка занятия аутсайда под девятку. Но в этом направлении четыре игрока защиты должно быть. О, три. Три, прошу прощения. Так, Некис. Пока что на рампах. Шелтайм пытается смотреть во все стороны, включая девятку, опять же, и пристроечку. Дэв все-таки скрывает лицо своего оппонента этого пикала. Ел. Практически шашлык, да не совсем. Чулакинг тяжеловат с таким девайсом, опять же, на тысячу юнитов стрелять. Немножко, немножко некомфортная ситуация. Ой, Андроид упал сверху вниз. Ел этому просто несказанно рад. Пропрыгивает, умирает. А вот тебе и доводка, к слову сказать. Доводка очень ровненькая, согласен. Еще и деф минус, и елзау. Туги трипл килл шелтайм, шелткинг забирает еще. По фрагам. Шелтайм 7 на 1. Очень приятно. Очень красиво, очень хорошо. Но опять... Опять 25 на самом деле. И команда комплексити по какой-то причине позволяет играть лимоности именно таким образом. Точнее, вот это я неправильно сказал. Она не позволяет почему-то играть себе. Я не понимаю, почему. На первые два раунда. Идеи и скорость как бы перемещения были хороши. И что случилось потом? Вообще дикость какая-то. Давай подождем еще один байраунд. Он сейчас должен давать отправную точку. Два раунда за атаку на Нике. Скажем так, слишком мало. Тем более, когда вы эту карту пикаете. С другой стороны, никто не знает. А вдруг в Америке нюк между этими двумя коллективами играется однобоко за к этой сторону. Ой, Некис. Какая голова обидная для андроида. Причем уже на отведении прицела буквально. Там, ну то есть кусочек спрей-паттерна просто в чепчик залетел. И все, Елзава еще минусует Яйстера. В то же самое время ФНС с Питер Деф остается втроем. Против пятерых ребята с командой Лимнасти. Ни единицы ХП, ни единицы ХП не потеряли. Бразильцы. И, а что И? А теперь ждать, по большому счету. Конечно, можно где-то полюрковать. Нюк это позволяет, можно где-то побродить. Но желательно не то, чтобы особо много. Шотайм еще ФНС минусует. Теряет Шотайм все-таки ХП. И Елзау не промахивается по Дефу. Так, вот это вот... Это полная безнициативщина. Ребята умирают по одному, опять же таки. И не могут сделать что-то вместе. Вот взять просто даже банальный раунд. Проход через аутсайд, через стену смоков. У них это вполне себе, возможно, сработает. На Б-базе иногда Чилл позволяет себе слишком много. И за это вам подставляется. И, опять же таки, на этом можно сыграть. Но, по большому счету, комплексики пока что до этого не дошли. Возможно, им нужно еще какое-то количество раундов, дабы адаптироваться. Но, с другой стороны, не поздно ли будет потом? Пока как-то за атаку совсем никак, на самом деле. Не на девайсах. Ну, ладно, надо смотреть. Опять все ребята, видимо, будут начинать действительно через аутсайд. Это пока единственная их идея, насколько я могу понять. Не знаю. А чего нюк пикали тогда? Как, типа, ультимативный пик против Luminosity Gaming? По нулям, типа, да? Все по новой. Чтобы, опа, мы вот вон пикнем такую карту, что вы прям вообще вам никак неудобно. Неужели комплекс эти забыли? То, что люмики как бы нюк гоняли вообще-то раньше? Нет. Потому что я... Ну, 0% винрейта просто. Я вижу на Hell TV. Возможно, эти квалификации, да, эти квалификации не включены. А это как раз тот самый момент, когда качество игры не отражает, статистика, точнее, не отражает. Играли не то, что хорошо. Они просто, они просто играли против более сильных даже коллективов. Они даже огрызались на нюках, я помню. Они, по-моему, их проигрывали, как раз именно поэтому статистика такова. Но, черт возьми, как бы нормально. То есть, это не первая карта, которая не видела. О, что это такое? Этот нюк называется? Пацаны, пойдем сыграем. Круто выглядит, минаются. Так, тем временем, Android уже какой раз умирает первый? Это, по-дому, постоянная какая-то закидка от него. Плюс Елда закрывает дефа и снова по-дому. Почему только Питер вместе с Яем решили выйти через девятку? Грустная история. Ну что, девятка в синергичной паре, но этого должны минусовать. Так, в тупом углу здесь около вентиляшек не заметили оппонента. Чалакинг все-таки проигрывает перестрелку ФНС, но ФНС в том же углу закрывает, умер в одиночестве. 6-2, но дело не в счете как таковом, потому что... Дело в игре, то, что показывает комплексити. Это, по-моему, такой вот аналогичный оверпасс. В предыдущем матчапе у нас был, в общем, похожем. Да, что-то грустная история. Опять же, да, дело не в раундах, потому что всегда можно вернуться на пятерочку-шестерочку. Но вот с такими тенденциями и качеством конкретных раундов отдельных, это какая-то... Задыхаются ребята, причем почему-то на ровном месте. Идешь по улице, начинаешь задыхаться, а вроде не бежал, да, вроде одышки не должно быть. Какая-то такая история. То есть что-то не в порядке. Что непонятно, потому что гадать можно долго, но пары не работают. Опять же, тактики очень-очень узко через аутсайд. Они решили, что это ультимативная тактика, типа мы идем через секрет, ставим бомбы на Б, постоянно ее защищаем, нас никто не трогает, потому что мы играем против никого, да, то есть... Против... Они понимают, что на аутсайде, по сути, лимоносите, особо не играют. Но с другой стороны, почему вы тогда этим не пользуетесь? Они, опять-таки, пытаются законтролить улицу, но к ним никто не выходит. Зачем терять столько времени? Опять 50 секунд, а не только проходят под эту стенку в секрет. Да, все именно так. ФНС ждет потенциальных поджимов, которых нет, потому что лимоносите не поджимают таким образом. Лимоносите все внутри играют, вообще никого нет снаружи. Прием, как вы так? Но, Елзао, тот самый, с раздевалки, то самое снаружи просматривает, он уже это делал. Причем такое чувство, что его здесь тоже не ожидали, потому что флешки я не увидел. Да, Елзао зачекал, сказал, пацаны, встречайте, если чем, потому что секрет, как бы, прорван. Вот, я еще не знаю, да, где могут быть остальные, но я тоже отойду подальше. В итоге он отходит подальше, команда лимоносите гейминг готова к приемке того самого Б-планта. Как мы видим, Некис готов, он не будет... 7 секунд, 8, 7, ладно, благо бомба хоть на месте, и слава богу, первый раунд, возможно, комплекте сейчас смогут забрать. Бомба на последних секундах реально поставлена, Елзао здесь отлетает, Некис пытается что-то сделать, отходит сразу же назад, и Пиклу будет невероятно тяжело, поэтому он понимает, что, ребят, давайте мы, наверное, это отдадим, но теперь Пикл понимает, а давайте, наверное, это не отдадим, да? Опа, Дэв, почему что не смотрел? Хаешка, трех очков, я бум! Он даже не думал отдавать этот раунд, он специально отходил назад, дабы увидеть девятку, но проблема в том, что Android 5 хп, и он умер не первый в этом раунде, в кои-то веки, и была попытка взять, но опять, что-то керминосите, даже вот уже подарил я раунд комплекте своими словами, но не смогли удержать 4 хп. И снова выход на восьмой секунде. Бомба была поставлена на второй или на третьей? На второй или на третьей, согласен, пауза должна залетать, я вообще думаю, что, как бы, оставшиеся двое игроков, один из них точно, точнее практически полностью уже пошел сейвить, как бы на КТ спаун, в том плане то, что... А он же девятка есть. То, что, типа, ну, может, он девятку бы посмотрел, но если, да, он бы ее не увидел, то куда он еще полез бы. А девятка сама открылась. Вот в чем соль. По крайней мере, вот я бы сейчас так почитал. Может, кстати говоря, не прав. Почему бы и нет? Так вот. Пауза. Да. Именно... Именно пауза. 7 раундов подряд от LG. 7 коралл раундов подряд от LG. ФНС вообще не играет. Пужан... Пужан... Не пужан сегодня. 1-8. Жесть какая-то. 4... 4-9-4-8-6-7-6-7 от остальных. В этом команда лимносит. В целом, в принципе, даже лучше всей команды комплекте с точки зрения фракстатов. Это-то ладно еще. С точки зрения счет, конечно, тоже, как мы видим. Именно поэтому это отражается и на фракстатах. Естественно, в том числе. Но прошлый раунд был... Опять не так плохо, но время. Вот. Просто жесть. Питер все таки открывает. Счет. Да, закрыли челла на двери. Хорошее начало. Опять же таки. Они зарабатывают преимущество. Но что они с этим будут делать дальше? Они будут снова холдить до последних секунд и выходить на восьмой секунду с бомбой? Ребят, вам нужно что-то конкретно менять ваши атаки, потому что то, что вы делаете сейчас, это не дело. Итак. Шоу тайм на планте. Пристройку хаешку закидывает. Некис, если что, готов прыгать внутрь вилки сразу же моментально, как только видит людей, потому что понимает, что эту позицию надо ему играть. Молотов неаккуратный, но был кинут. Ой, Некис вылез в итоге, видимо, не ожидали. Думали то, что он на вилку пошел. И хаешка в итоге тоже работает, однако. Елзао. Бум! Вот это прям на стальных руженцах вылетел. Яйстер пытается спасти свою жизнь, но еле-еле спасает. Он без армора. Ариш, шоу тайм. Привет, дорогой друг, как твои дела? ФНС, то же самое время на аутсайде. Остается один единственный живых. У него счет 1-8. Предполагает то, что он сейчас расколочирует 1-3. Ну нет, наверное. Яйстер был без армора. У него 1950. Он был без армора. Видимо, получил дроп и не купил с армора. У меня такое тоже бывает иногда. Грустно, следить надо. Следить надо. Зайти надо следить на просто не так точно. Нету. Ну как вам сказать, нету денег. Есть некоторый порог для некоторых ребят, которые могут закупиться. Калилайера вполне себе могли бы залететь. Просто проблема в том, что они не знают, как это реализовать. Они не понимают, как им сыграть их байраунд. Бало того, что у них даже на пистолетов результаты лучше, чем на байе. Так они еще и сейчас отдают я тачку олюминасти. Но потенциально отдают, да, да, да. Потому что лишь вторые арморы кевларчики. Не дефолтные пистолетики плюс флешки. Но как-то не ожидал что-то, что-то. Я такое думал, заряженное будет, а оно настолько разряженное, что... Как, знаешь, как батарейка на 10 айфон на 250 мАч. Сейчас ты в приложение заходишь, а оно умирает сразу же. Слишком сложно рофл, как бы, да. Я не яблочный товарищ, но понимаю тебя. Окей. Ну, там неважно. Можно поставить любой, на самом деле, энерго... Неемкое устройство. Деф в итоге минусы начала кинга. Next, правда, отвечает. Android, конечно, отвечает по нему. Ну, и Android с дефом в два лица. Деф сейчас спину получит. Так. Ну, не в спину, но в голову. Ну, то есть, ну, ладно, не угадал я. Окей, Android последний против троих. И, во-первых, бомба не на руках. Это раз. Во-вторых, 45 секунд. Это меньше минуты. А для такой ситуации, как у Android, это уже некомфортно. И в итоге... А, ну и в-третьих он умирает, да, опять же. Здесь идея должна закончиться. 9-2. Вот, слушай, я просто открываю табуляцию. Вижу, что у команды комплексти есть тренер. Неужели он не нашел что-нибудь сказать во время паузы? Рэмбо. Дай мне... Ты рэмбо? Да дай мне гиево. Рэмбо, потому что... Где школа в Вьетнаму Рэмбо? Где? Джон! Где? Гуки. Вот это все. Питер убивает вилзоу все-таки. Это все-таки open frag. Такое можно было бы однажды видели. Они делали entry frag и снова не смогли с этим ничего поделать. Как бы ни старались комплексти, им нужно понять одну простую вещь. В соло вы не выиграете игру. Вам нужно играть как команда. Даже если вы не будете делать entry, вы всегда сможете сделать размин, если вы идите вместе. Но опять же таки, умирает по одному. Ну, посмотрим, как LG все-таки сыграет. Команда комплексити застряла пока что на тиспауне на нолике. Раскидала стандартные свои смоки на, кто бы мог подумать, аутсайд. А вот Некис уже все это дело принимает, потому что они уже научились. Некис. Раз, башка, секир. Нет, пока что раз. А куда что так полетел? И еще лакин будет замахать. Ой, просто топи, топи, затопил. Нормально. В итоге его, конечно, убьют, но трой хороший. Шоу тайм. Ну вот слишком хороший выпад был через мейм для своих соперников. В итоге ПКЛ 1-2. Нет, ну это попахивает третьим раундом для комплексти. Ну можно, можно, можно. Пикл, конечно. Разрешаешь, да? С тактикульной эмкой. Один против двоих. Не самая простая ситуация. Боже мой, просто все, все горит. Просто все в огне. Так, ну, дофишки-то есть. Вот чем вся соль да сахар. То есть можно. Ну-ка, ну-ка, аккуратненько. Покажись, чепчик. Их, их. И все-таки тактикульная эмка настолько длинная, что, конечно, видно ее до того, как Пикл хоть кого-либо увидел бы здесь. 9-3. Ну вот этот раунд был прикольный от Люминосити. Мне понравилось, потому что они, походу, поняли, что комплексти ходят только на аутсайд практически всегда. И подумали, что им надо инвестировать двоих человек туда. Но если бы Некис выживал, было бы, конечно, интересно. Но, окей. Комплексти прервали. Сейчас сразу кину опровержение. Правда, прикину опровержение. Почему? Потому что до того, как Люминосити концентрили внимание на аутсайд, они выигрывали. То есть им не нужно соваться на этот аутсайд. Комплексти сами к ним придут. Вот нюк такая карта, что террористы должны сами дойти до планеты. Но это же логично. По большому счету Люминосити сейчас нужно просто взять и откатить все, что было до этого. И играть так, как они играли с самого начала. И спокойно закрывать комплексти. Итак. Ну, в принципе, во-первых, на самом деле ты прав. По крайней мере, про первую половину уж точно. Во-вторых, ну тут у комплекстики большие проблемы, даже с учетом того, что Винстрикта не прервали в 9 раундов от своего соперника. А сейчас еще раз проиграет и снова без экономики. Смотри, видишь, они опять очень медленно. Ну, по крайней мере, выглядят как очень медленно. Смог подеймейн опять же. Который от кредитки как раз отталкивается. Так, Пиккл здесь погибает. Ну, шедев, видимо, ожидает на стандартных позициях. И Елзао там же, потому что снайпер всегда там играет. Ну, большая часть времени. Во! Мало того, что Luminosity Gaming начали понимать, как играет их оппонент. Внезапно комплекстики начали понимать, как играет Luminosity Gaming. Что уже поприятнее и поинтереснее. Потому что можно, может, какую-то пятерочку вытащить себе. Эх, вот то самое, о чем я и говорил. Команда Luminosity начинает концентрировать внимание аутсайд. Они даже, вот смотри, под девяткой запускают. Плюс один даже чуть-чуть правее под девяткой выходит. И в итоге они отдаются. Не потому, что они человеку это аутсайд пропускают. Это потому, что Complexity тоже сконцентрированы именно на улице. Их больше. Просто потому, что их больше. Они сейчас расправляются. И именно, если дают уже 4 раунда и потенциально, по сути, даже и 5 раундов могут отдать. По деньгам там не все так хорошо. Хотя, вроде как, может получиться. 1900 на руки. 4004. Будут закупаться. Будут закупаться. Сейчас ребята будут перекидывать. Будут огрызаться до самого конца. С трофейным калашом может быть все очень приятно. Эммочка четвертая еще для Некиза. Соответственно, в итоге один дефью скит, правда, на команду. Но и с этим, естественно, можно работать. Против стандартного стака 4 плюс 1 калаши плюс ОВП. Это команда Complexity Gaming. И Пиккл уже начинает вот-вот-вот эти инвестиции в этот самый аутсайд. Вот они. Прямо сразу причем. Еще Пиккл нестандартные позиции на приемку. Тотвораж какого-то Елзао еще и Масапоти. Здесь диагональный кроссфайер от них получается. Очень интересный копьем таким красивым. Но команда Complexity, как мы видим, туда пока не спешат. Они туда смотрят, но не спешат. И здесь вопрос к бразильцам в плане их терпения. Дождутся или нет? Так, дверь Питера себе разрушил. На всякий случай, если человек отмейнет через щелочку на Берампе некит. В Соляново большинство в лобби и Complexity впервые решили поменять стратегию, не через улицу. И правда. Ну, пока что выглядит возможно именно так. Возможно, даже смоки полетят на Аплент от Питера. Питер готовится, целится. Как же много времени. Просто это все летит. И десятая секунда. Да. То есть вот они баночки аккуратненько полетели. Ребята в лобби вроде бы забегают. Ястер пытается в то же самое время чекать улицу. Уже начинает нервничать как бы бразильцы, которые инвестировали вот в этот забег через Сикрет насквозь аутсайды. И они все, естественно, побежали практически в другие стороны, кроме Пикла, который до сих пор здесь стоит. 25 секунд. Мама дорогая. Команды комплексити. Они, по-моему, не носят часы с собой в руках. Это так точно. Ну вот выход пошел. Минус пошел тайм. У Челла разменивает ДФА. Ейстер в ныне. Там ПКЛ забирает Ейстер. Питер с андроидом живо. У Челла закрывает еще ЕФНС. Бомба не установлена. И один Питер в поле не воин. Пресс вылетел один игроком адренности. Но вылетел-то вылетел. М-ка, конечно, дико длинная от Елзао. Но Елзао понимал и минусы своего оружия, и минусы вражеского. Поэтому сделал все так, чтобы минусы превратились в плюс. И вылетел как Бэтмен. И убил своего оппонента. В итоге. 10-4. Будем ждать игрока команды Luminosity Gaming. Собственно. И. Я даже не знаю. Потому что. До пятерочки комплексити. Может быть. Дотянут. Потому что, естественно, это будет луновый бай на все. Так как раунд последний. Но. Но. Почему-то мне кажется, что комплексити за сторону защиты. Покажут нам что-то поинтереснее. Железоатаку. Прям вот чувствую я, что у бразилов с американцами сегодня будет борьба именно за сторону защиты. На Нике. А может быть. Кстати говоря. Может быть атака постольку поскольку. С более статичных позиций. Плюс какой-нибудь внезапный люрк, например, от одного из игроков. От какого-нибудь яйстера или андроида. Да, да, да. Например, что-то такое. К примеру, да. То есть на защите. Не на атаке, на защите. То есть вот они отмучились. Но четыре раунда все равно мало. Им нужно. Им действительно нужно брать вот этот пятый. То есть как хотят вообще. Пускай так и крутятся. Сами себя загнали в эту яму. И пикал. Пока что здесь стоит, пытаясь найти или подслушать своих оппонентов, которые не бегут на этот самый секрет. Ел. Вот занимает он через девятку вот сайт. Выход через дверь, через мейн, сплит на А. Кто-то перенесся. В кое-те веке заход не через сайт сработал. Хотя некий с пиклом еще живый. И бомб оставлен еще, слушай. Пикал красиво сработал. Не дождался оппонентов там, где он хотел их дождаться. В итоге инициативно вышел. Забрал людей с аймейна. Андроид остается последний. Смокирует. Не смокирует. Ва-ва-ва-ва-ва. Да. Ой-ой-ой. Такое. Не смокирует в итоге некиза. И некиз пытается просто аккуратно уходить. Но ребят понимает то, что можно дать поставить бомбу, потому что не имеет абсолютно никакого значения. Пикал уже понимает то, что оппонент находится, походу, не здесь. Хотя, мало ли, за бочкой. Но он понимает, что, ага, видимо, не за бочкой. Значит, где-то здесь. И вот он открывается. И андроид вообще заснул. Что произошло? Почему он смотрел туда, куда он смотрел? Почему не крутился? Почему расслабился? Тоже непонятно. В итоге, ну, то есть, куда-то в аймейн там был направлен прицел. Пикал три пухи в последнем раунде первой половины. 4.11. Не совсем комфортный счет. Совсем, совсем, может быть, даже не комфортный счет. От пистолетки будет зависеть очень-очень многое в данном случае, потому что это реально только четыре раунда всего лишь. Если пистолетный раунд проигрывают. Так как это КТ-сайт никаких ранних девайсов быть не может. Они не на кисайте уже. То есть, они проигрывают все три подряд. Потенциально, точнее, проигрывают все три подряд, естественно, я имею в виду. Всегда можно вернуться на форте, даже можно в какие-то моменты вернуться на третий, если очень сильно повезет с, опять же, гражданкой фортуной. Да, но... Но-но-но-но-но-но-но. Короче говоря, пистолетный раунд это важно. Наверное, 4 плюс 1 будут в комплексе играть. Один саппорт, да, 4 кевларчика пострелятеля. Вот. И в такого же одного саппорта команда Лимна Сигима, который постоит на раунд, дорогие друзья. Да, очень бы хотелось, чтобы ФНС проснулся в первой половине. Он, по-моему, с двойкой закончил. Ну, или с тройкой, я точно не зачекал. Ой, вот это встреча! Вот это поворот! В радиоурубке встречается целых 8 игроков, ну или 7. Какая разница не особо-то решает. Главное, что и Люминосити снова выходят в преимуществе после перестрелки. Команда защиты остается в меньшинстве. Можно ставить пачку террористам. Ел закрывает ФНСа. И андроид стреляет с вилкой. Воу, андроид же сейчас, он же хороший пистолетчик. Он, в смысле, всегда был хорошим пистолетчиком, и андроид реально может. И пикал, возможно... Бомби не хочет забирать? Не хочет. Тут дело даже не в бомбе. Он очень сильно не хочет против андроида стреляться, потому что он знает, кто это такой. По крайней мере, должен знать, опять же, своего противника в лицо. Андроид отличный юспер. Один из лучших юсперов в североамериканском регионе. И пикал понимает то, что на самом деле... Ну, это жесткая ситуация для пикала. Очень-очень-очень. Прямо... Пикал будет чекать вилку и уже винтов, и... Ну, тут, походу, значок такой с лестницы забавный. Один на один. Кто как? О-о-о-о! Ёй! Прямо... Просчитывал. Просчитывал, да? Да-да-да-да-да, получил. Такий андроид раскачировал эту ситуацию. Молодец, держит марку до сих пор даже в такой ситуации. Важный пистолетный раунд. Выигран командой комплексити. Почему? Потому что бомба не поставлена. Ранних девайсов на третьем раунде не будет. Это означает, что команда комплексити, если переживает этот форс, может брать еще два. То бишь 6 и 7. То бишь 7.11. Ну, знаете ли, еще немножко, да, и можно даже будет вернуться. Вот и посмотрим, кто вернется, а кто нет. Потому как, мне кажется, сейчас, даже если в лимоности не получил этот пистолет, всегда есть, чтобы взять форсбай. На секундочку. Так, яйстер. Ну, клавилки находится около рампов, будет принимать выход на те самые рампы, как раз через радио, радио, радио. Опа, голова какая хорошая. Опять спрей-паттерн, опять мы это уже сегодня видели. Прям кусочек спрей-паттерна залетает прямо в голову. Очень приятно. Яйстер в итоге отходит назад. Ни единственный скипо не потерял. Очень красивая, элегантная позиция у него получилась. Он ее реализовал. Четыре человека от команды лимоности остается в живых. Слушай, 55 секунд времени. Все, есть по занятиям. В принципе, у команды лимоности осталось лишь только просочиться. на барампу, которую они боятся проходить по причине того, что там периодически кто-то играет. Плюс яйстер, по-моему, да, с этой позиции сделал минус по радиорубке. И по решению они выходят под девятку. Что-то интересно. Челокинг вместе с товарищами через вилочку на АБ-плент. АБ-плент пустой, потому что никого там нет, кроме Яйстера, который находится на умывальниках. И Яйстер ждет. И вот он ждет. Он понимает то, что мама стоит совсем не под него. И в токсике он не убьет оппонента. Что-то как-то... А, убил, кстати говоря, он шватаймал все-таки. И команда комплексти берет еще один раунд. Теряет двоих своих товарищей. Бума будет раздефьюжена. Не будет денег у команды лимоности. То есть можно вот теперь уже брать и потенциально седьмой. Ну, наверное, кого-то потерять. Желательно, конечно, не терять, потому что путь до восстановления притет по счету очень-очень-очень долгий, я бы сказал. Не дефолтные пестики от команды лимоности гейминг. Это деглы в основном. И два глока. Ну, почему бы и нет. Кроме того, что эти пестики сейчас закончили хотя бы с двумя минусами, как минимум. Тогда экономика комплекции несколько пошатнется, как я уже обычно это и привык говорить. Но, опять же таки, с другой стороны, сейчас для лимоности, неважно, возьмут они эти пистолеты, не возьмут, выберут девайс или нет. У них следующий байраунд. И если у лимоности будет такая же проблема, как и у колов в первой половине, то у меня не будет слов. Ой, деф, хорошо. Проходится, не справляется со своим фамасом. Да справляется со своим фамасом. Чилла кинг все-таки с десерт игла делает свой килл. Шеллтайм пытается расконтролить свой десерт игл. Деф минус вообще ноги просто, минус здоровья, минус уважения на улице, как говорится, потому что бегать уже не получится. Но все еще может, во-первых, убить одного, во-вторых, второго, видимо, принял андроид, как я вижу. Деф, наверное, будет давить своего оппонента, потому что понимает, что это его цель. Но дело в том, что щелокин как раз на вот этой агрессии, вот это в моральном превосходстве как-то и работает, он оказывает своего оппонента. В итоге это два минуса с этими самыми деглами. Я бы сказал, что, в принципе, стандартная картина. И... Ну, то есть, результат есть. Цель выполнена, можно умирать. Можно и третьего забрать, почему бы нет, но андроид в этот раз не АФК, квадрокилл для него. И 11, да, вот она, развязочка, интересно, для меня наступает. Опять же таки, если колы сыграет так же идеально, как это делали наносите в защите, ты пропала. Мы с тобой реально увидим довольно-таки плотную карту Данюк. И, возможно, достаточно такую себе атаку от обоих коллективов. Да, то есть, неплохую защиту, но, возможно, такую себе атаку Шоу Тайм. Диа Хаишки в лицо получает, второй армор его спасает, у него остается более половины ХП ровно на одно ХП. Более той самой половины. Питер начинает в задних холлах ожидать врыва от оппонентов, которого пока что нет. Дэв очень-очень далеко даже дальше, чем за снайпер-боксом. Играет на прием выхода сзади аутсайда, опять же, на рампы. Что? Я бы сказал очень... Вот слово подобрать надо. О чем речь? Наивно. Наивно дефу здесь ждать вот так вот оппонентов, наверное, я от Luminosity Gaming. Люмики, скорее всего, так далеко и в обход ходить не будут. Это же бразильцы. Вы чего? Да, но с другой стороны, опять же таки, 4 радио тоже не решение, один аутсайде. Что-то попахивает очередной поветкой в раунде от комплекса. Минусы от Ейстера. Разве я начала Кинга? Питер ждет Шоу Тайма до последнего. Так. В итоге Питер убивает Шоу Тайма. И 3 человека от команды LG. Все-таки давай с на раунд. Как-то надо держаться. Бомба поставили, поставили. Да, Елзав все-таки бомбу ставит на Б-Пленд. Челокинг закрывает этот самый Б-Пленд. Ой-ой-ой, еще и винты закрывает. Очень красиво все сделалось сейчас. Очень приятненько. Челокинг интересная позиция. Мало, кстати говоря, кто так делает вообще в принципе. Никому особо и не надо. Челокинг понимает то, что... Ага, где-то здесь, наверное, находится оппонент. Но вот эта вот позиция в упоре. Ой, все-таки на гранате ловит оппонента. Красиво, очень красиво. Ну и остальные должны работать. Пикл! Пикл, ну что ж ты не допикал-то в итоге? Андроид пытается найти. Да, успевает. Потому что Питер все-таки дофюски-то имел. По-моему, даже струпа подобрал, как я понимаю. Да, струпа подобрал в андроиде изначально были. Но не суть важно. Мы с тобой видим, что у Люминосити проблемы есть в атаке. Но они другого характера сейчас, на самом-то деле, когда товарищ, получается, Челло, да, сидел под винтом слева, убирал одного, ему не было смысла перестраиваться на дверь сразу же. Ну или просто ему не повезло, что не успел он забрать Питера. Там буквально одно хп, грубо говоря, на один из тела. Ну что ж. 8-11. 4 раунда на защите подряд. Яйстер пытается изо всех сил топить, но убивает только одного. Яйстер разменивает яйстера в то же самое время. Закрываются, опять же, подходы к рампам. Бомба скидывается пока что снизу, опять же, рампов, около вилочки. Предварительно, потому что ребята из команды LG хотят сыграть немножко на информацию и поймать оппонентов на перетяжке. Идея хорошая, но так как это бразильцы, то нетерпеливые, поэтому Елзау лезет потенциально на дефо. Сам пытается открывать этот угол, возможно, даже не прочекает этот угол и отъедет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Отъедет. Ага, не ожидал здесь дефо. Очень красиво. Еще по некий запострелял на пол хп, однако. Дорого очень продал себя. Это хорошо для команды LG. Комплекте преображается за защиту. Я вот прям вижу, что совсем другая игра, и это ФМС, и это всей компании в целом. Хотя ФМС идет 4 на 16, не скажи, что вот прям он такой жесткий. Все равно интересная ситуация получается. И у тех, и у других с атакой проблемы, но по-разному. И уже 5 кряду от команды комплекте. Какой-то минимальный запас валютного фонда у них имеется в случае проигрыша. И, по-моему, у Люминосити сейчас снова неполный бай. Итак. Да, пистолетный полубай от LG. Здесь круто, конечно, в углу игрока команды комплекте сработал как раз в прошлом раунде. Очень понравилось, дождался своих компонентов. Неки из месяца Шоу Тайм. Шоу Тайм уже что-то на Орехи получил. На 6 хп потратил ничего страшного. Ястер пытается аутсайд закрывать опять же с А9. И пока что просто стоит. Андроид на приемке Аплента Crossfire с Дефом имеет тоже довольно приятный. Но! Тут у нас казачок в виде Некиза. Сидит наверху. Шоу Тайм еще опять же на Сикрит смотрит. Но вот Некис интересную позицию имеет, потому что Деф где-то в ангаре ходит. Некис все пытается его найти. Некиса это может даже и не получится в конечном итоге. Деф, ну елки-палки. Деф слишком неожиданно так выходил на своего соперника, который сидел над Мэйном. Но в итоге для Некиса все хорошо. Для его тиммейт забайтил этого товарища. И теперь большинство на пистолетном бае. Минута все-таки еще имеется как-никак. И Ейстер приходит на помощь. Самый тиммейт у андроиду. Некис уже запалился дважды. Это было жестко. Шоу Тайм за красным пикл на лобби. И вместе с товарищами дает в чудо-радио руку. Так, шоу Тайм. Ну-ка, ну-ка, что ты сделаешь. Дальше по аутсайду пойдет. В итоге до раздевалки. А здесь я и Стера. Пум! В чепчик. Нормально, нормально. В итоге засейвил своих ребят. Свои ребята начинают забираться на девяточку под аплантом. А кто там у нас есть? Андроид, 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 Андроид. Настоящий робот. Просто собирая здесь урожай. Добирает здесь урожай. Десять-одиннадцать. Андроид. Приемка аплента активирована. А я вспомнил замечательную песню группы Radiohead. Про куриные голоса в моей голове. Там текст такой. Что? Разрегаешь? У нас с тобой настолько разные вкусы всего, что я даже не знаю, о чем говорить. Я просто олдфакт старый дед. Да, да, да. Старость не в радость, но это тоже по-своему. Хорошо. И что касается раунда. Десять-одиннадцать счет практически сравнялся. Комплексити. Почти что сравняли счет. Красиво. Слушай, да. На самом деле, действительно, шесть подряд. Эти шесть, они должны были вырывать с потом и кровью. Ну, предположительно. Но, как мы видим, атака в обоих коллективах на Нюке отвратительная. То, когда ты чувствуешь, что действительно Америка, но Нюке, не очень, хотя с другой стороны, вот, опять же таки, для ставочников эта карта становится очень опасной. Очень. Он за старым винтом. Против трех живых контртеррористов. Паузы. Паузы. Это двое в мейне, что ли, или как, да? Было двое в мейне изначале, плюс вот сайт от дефа и проход на секрет довольно-таки быстрых таймингов. Шоу тайм. Набивает Питера. Вместе с товарищами все-таки заходят они в задние холлы. А будет ли язал еще, кстати говоря, деф минусует и... Игл. Вот это запикал. Слушай, дождался. Это он около Аплента, видимо, да? Что это дело сделал, как я понимаю. Да? Крут, крут, крут. Не успел, к сожалению, все показать. В итоге команда Лимнасти Гейминг все-таки прерывает 7 раундов подряд от команды комплекса Стивен Стриком. И деньги заканчиваются. Вот что самое интересное. Да, и тащили, 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 тащили. А, у них в последних двух раундах до трое и четверо умирает, соответственно. Да, вот я как раз показываю, почему это так, да? То есть я задал хороший вопрос. Вот у него сразу же моментальный ответ. И деф. Идет. На свою смерть. Опа, и отлетает. Но, я и старт убивать. Найс, андроид. Ой, забайте ли, надувайся, он еще и подобрал. И пыкал, сейчас умрет. Господи, Боже. Это же были просто, простите за те льда, это же были просто пистолеты. Да, и бомб упала теперь в радиорубке, и за ней надо идти. О, 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 о. Это попадалось. Да, это попадалось немножко. Прострелите стенки, придумайте что-нибудь, не идите просто туда, вас там сожрут. Вот это, кстати, неплохо. Не лезь, она тебя сожрет. Не, нормально все. Елзао, вместе с Шоу Таймом, хотят бомбу забрать, а здесь засада всех засад. Просто Джонни, они везде Джонни. И, но Елзао остается последний, Елзао из последних сил тоже погибает. 12-12, и не зацепились Лиминости за этот раунд. 1400 лишь они получают на руки, но им повезло то, что у них, в принципе, есть деньги для того, чтобы закупиться. Потому что действительно можно закупиться. И знаете ли, дорогие друзья, ну вот как бы очень-очень странные половины на атаке прям ничего особо не добавить. Но при этом счет, как оказывается, как оказалось, точнее, прошу прощения, теперь достаточно равный, что вообще дикость на самом деле. Не дикость, просто такие вот команды играют в Америке на нюке, причем и у тех, и у других нулевой процент винрейт, напоминаю. Но как бы, да, результаты примерно одинаковые. Главное, что победитель на этой карте тоже ничего, по сути, не решает. Потому что на Кобли, если мы перейдем к Коблу, а мы перейдем к нему 100%, 86% у Лиминости гейминг и 80% укола. Победа. Питер закрывает двери, уходит по-английски, прячется в темпу, тыич, промахивается, но его здесь уже не отпустят. Но яйца пытается с токсика работать, у него получается сгорает моментально. После этого момента пикал на вилочке, раз, а второго не, второго не получается, два на два. Андроид, куда так торопится Андроид, и сейчас, по сути, он мог оставить своего тиммейта Солянова в этой ситуации, а у команды из Бразилии все еще есть время на перетяжечку ел, мажет, ну не знаю, дважды. Остается Челла, один на один, но тут все в его руках. На самом деле, хорошие клатчеры оба, причем, ну, на своих рангах, естественно, Челла Кинга. Такой король-королевич просто, мама дорогая, 12-13. Все-таки, все-таки. Лимоноси опять забираются на ту же самую скалу. Снова нет экономики его защиты. Снова нет экономики его защиты. Как они это делают, реально? Тупо сейчас будет битва, пауза, интересно от кого? Знать бы нам, но... К сожалению, нет таких привилегий у нас с тобой, походу. Да, ну, окей, матч приостановлен. Вот это вот уже становится прям хаос какой-то на самом деле. Вообще непонятно, кто победит. В принципе, непонятно, невозможно предположить теперь. Потому что и одна команда может резко закинуть какие-то, показать очень странные вещи. А вторая команда на этом сыграет. Или, кстати, наоборот, не сыграет. И закинет раут, например, да, который могла бы выиграть. То есть выиграть невыигрываемое, проиграть непроигрываемое, соответственно. Вот, это мы сейчас видим такой днюк. Две чешки. Дигл. И два юспа. От команды комплекстии гейминг. Кевлар. Две хае. Три хае. Прошу прощения. И флэш. Галил, три калаша. Два галил, два калаша. ОП от команды юности гейминг. По поводу гранат, ну, нормально. Ну, пойдет. Просто представь, куда эти хаешки сейчас полетят. Это четыре аутсайд. Неужели они додумались прикинуть вот такой интересный раунд? Но, опять же, таки, что это дает? Люминосите к этому готовы? Вы серьезно? Нетис. Да. Минусует андроида и фнс про до панаки за с юспа отвечает. Поджимы аутсайда, но элджи не спешат на этот самый аутсайд сейчас. Челокинг. Да, находит оппонент, я себе. Но не умер, кстати говоря. Все-таки. Яйстер. В упоре здесь. Все еще сидит. Все-таки пытается обнаружить его молотом, но оппонент совсем не там. Но это всего лишь юсп. То есть должен умирать. Да, сто процентов его закрываю. Ой, тиммейт по голове было так-то промечено, но... В любом случае, Питер и Фонес вдвоем. У них как и пистолеты. Да, цзшка у Питера. Но, опять же, таки она без армора. На один, два минуса хватит. На третьего не должно хватать. И 50 секунд времени, куда пойдут люминосите в этой ситуации? Они знали, что четыре было аутсайд. Что же сейчас? Возможно, один-один предположения разделились. И выход с бомбой снова в радио. И в сторону базы БС. Слушай, даже два Аплант получается. Я бы думал, Фонес снизу. Нет, Фонес, да, тоже на Апланте. Питер на пристройке. Б Аплант вообще никем не закрывается. Но это их выбор, потому что они с пистолетами, а не вдвоем. Оставлять одного пистолечика там и одного пистолечика там, я бы сказал, это реально плохая идея. Ребята сейчас поймут, что они, скорее всего, не угадают. И Питер уже через Квик. Нет, никуда не пошел. Фонес. Ой-ой-ой. Ничего тоже не получается. Что-то им еще делают даблки. Я думал, получится, но что-то нет. Четырнадцатый раунд. Для команды LG. Они берут два раунда подряд. Лучший фраг, кстати, на сервере Челокинг 28 на 17. Но андроид как раз 27 на 20. Очень-очень близко по фрагам уж точно, по крайней мере. А теперь обрати внимание на экономику. Если комплексти отдают этот раунд, они остаются без денег на следующий. И это победа Люминосити. Очень важный раунд. Да, скорее всего, победа Люминосити действительно очень важный раунд. Питер! Ну-ка, идешь ты такой прям с АВП и делаешь килл. И автодиректор мне все портит. Ладно, андроид минусует неки, заслушаю. Но этот раунд не мог взять. Да, и причем тут на самом-то деле 5 в 3 еще далеко не все потеряно для бразильцев. Но опять же таки, реализация Питера СВП мне сейчас начинает нравиться. Потому как он приходит туда, куда нужно. Хотя не всегда вовремя, не всегда удачно. Но приходит туда, куда нужно. И это уже круто. Это рискованный поджим был на самом деле. Прям очень рискованный. Не всегда так можно делать. Потому что иногда... Столько ставить на карту просто нельзя. Пикал в упоре подсквик. Не атакующая здесь позиция. Позиция на ожидание. Позиция на своих союзников. Подождать. Посмотреть. Что-то такое. Подумать. Подумать немножко о жизни. И потерпеть. Потому что терпение это благодетель. А потерпеть ребята еще могут. Аймейн закрывается смоком. В топовый угол кидается также под вентиляшки молотов еще. Ближайший такой он проверил. Понимая то, что андроид находится на аппланте. И пикал. В принципе может даже теперь точно не лезть. И опять играть на своих товарищей. Да, это было бы замечательно, я так думаю. Ну и... Ну что-то там размена будет, что? Ну в итоге не получилось под товарищей сыграть. Он остается последний. У него 15 секунд. Яйстера надо минуснуть. Вот он Яйстер. Яйстер уворачивается от пуль. Пикал понимает то, что сейчас его просто видимо будут добивать. И он начинает слушать своего оппонента. Потому что паника. Потому что сзади уже побежали ребята. И комплексити берут такие... 13 раунд. Нету денег. Нету? Нету. Ну как нету? На самом деле если так типа подумать. То пару того, пару сего, пару всего подряд. И действительно можно забавиться. Просто кому-то чешка достанется. Это АВП. Товоль страшно. И два дегла. И глок. И чешка. О как. Это прям очень нестандартная тема. Я такое видел, но черт возьми, это редко вообще происходит. Ну это такое. Ладно, посмотрим, что же получится в итоге. 14-13. И команды начинают нас с вами. Очень интересно напрягать. С одной из стран, с другой стороны, люминосити борются за пиксел соперника. Войну. Итак. Яйстер. Но спинку видел, да. Три пикселя. Сразу начал стрелять. Подумал, что сейчас будет выбегание. Но нет, по таймингу чуть-чуть не угадал. Но. Алимнасти гейминг. Если поставить бомбу, им нельзя дать это сделать. То это АВП может быть крайне смертельным оружием. Вот когда это принимать, вот выход сейчас, да, как бы, когда на приемке, это все еще не так страшно. Но вроде принимает, вроде получается. Так, ну да, и Неки Силзао остается у двоем против пятерых. Шансов очень сильно мало. Неки все-таки в тело минусует сливать. Посмотрел на, точнее, минусует чужого. Опять же, на своего посмотрел. Неки с три патрона в магазине. Очень аккуратно надо экономично сейчас делать. И желательно перезалюбиться. Да, он тоже это понимает. Делает это в самое ближайшее время. Ну и вместе с Силзао полминуткин. Очень сложная ситуация. О! От этого может быть прям интересная позиция. Но бомбу, конечно, надо подбирать. Желательно поставить бомбу. Или же сделать как можно больше минусов, чтобы повлиять на экономику своих соперников. Бомбу будет поставить крайне непросто. Питер решил взять и отдаться. Это спасибо. Приходите еще. Ой-ой-ой, а как так ошибся. Он успеет. Он успеет поставить мачку. Я-то шикарно. Это плюс деньги, еще минус отъела. И теперь он играет на бомбу. А ктшником можно делать ритейк. Да. И смог, правда, есть флешкой. А смысл? Если они сейчас по одному выйдут и... О-о-о, елзоу хорошего. Располезняк. Это бесполезняк ФНС. Сейчас должен был не отпускать бомбу, ел его в покое. Так, не понял. А вот чё это. Без таких ситуациях... Вот представляешь, просто ела. А сейчас было все, чтобы выиграть этот раунд. Он слышал, что ФНС перестал дефузить и начал топать. Так еще и вышел на него пикать справа. Но он все равно идет и начинает чекать этого товарища. Хотя тут еще второй раз не дергал. Но дело в том, что это мог бы быть и не фейк дефуз, и... Так он же видел его, когда тут проходил справа. В общем, риск, да. Риск какой-то был. Чё-то как-то снайпер действительно широковато здесь вышел. Не получил на орехи. 14-14. Девайсный раунд что у одних, что у вторых. В итоге получается. Питер. В задние холлы врывается Android минус IP. Калапитер минус от своего оппонента отходит назад. Сразу же закрывается смоком. Ребята, из команды люминности гейминга остаются вторые. Мы такие думают, пацаны, чё ж нам делать? Мы только начали, а уже нас так мало. Да, вот только начали. И по сути отдают маппоинт команде комплексти. Посмотрим, посмотрим. Если вдруг, если вдруг сейчас праздникам удастся резвать это мечтанство, то на самом деле экономика в точке тоже упадет. И тут очень красивый момент получается. Питер. Яйц-то против Елзао все-таки не промахивается. Шоу-то вместе со своим товарищем моют руки. Пока что. Но дело недорого, потому что ДЭВ все-таки не делает своих вещей нужных, таких важных. И вопрос в таком случае... На самом деле команде люминностью вопрос. Так, человек им все-таки байтит снайпера, понимаешь, что снайпер там. Ребят пойду, значит, на А, потому что против снайпера бороться на Б, они просто не хотят. Но у них только молотов. Времени очень 30 секунд, и аплант до сих пор не заняли. Андроид слышит, что происходит с лестницей, и все. Тут как бы шоу-тайм один в четыре, поле не воин. Да, пытался забайтить Челокинг с этой самой лестницей. Но не получилось. Через аквариум. Так, 350 баксов. Ну что, шоу-тайм, надо сейвить. Тебе как-то бы спрятаться. И надо сейвить. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, какие-то аминги. Мама дорогая. Яйстер? Нет, нет, все. Все-все-всех пропустят. Окей, это саханенный калаш. И с учетом денег это будет хиро и кейбай для, возможно, последнего раунда от команды LG. Соответственно, потому что они могут себе позволить. Под один давай, дорогие друзья. Чешки. Плюс один дигл. Дигл на кис. Дигл. Помню, что я тебе говорю в конце первой половины. Комплексти покажут КТ-шную сторону, причем доминирующую. И вот вопрос. Почему бразильцы видели, что в КТ-шне были такие же проблемы и ничего не смогли придумать к этой карте? Ну, я говорил то, что они вообще до Нюки в своей жизни играли, но я же, по-моему, так и сказал, что они просто и так далее. Не играли их хорошо, это не карта совсем. То есть они вообще не играют, но это не означает, что они на ней вообще никогда в жизни не были, да? А не играли, да, потому что против них брали, они как-то огрызались даже местами... Хорошо, прощай. Даже местами неплохо. Яй-сер, 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 Яй-сер. На самом деле гораздо меньше, чем я сказал. Но это вполне достаточно для того, чтобы выиграть 16 раунд для своей команды. Show-time. It's your showtime now. Но дело в том, что один против пятерых, и дайте Яй-серу, пожалуйста, эйс. За первый столик, пожалуйста. но я все я с тобой больше дэв не даже все нет 14 и первая карта за комплекте это был их пик далее нас вами ждать кабблстоуна вот на кабблстоуне заруба опять же таки будет более-менее равно